Вид камеры Рашуков предстал в том же самом костюме и белой рубашке, что и в день задержания. За время, проведенное под стражей, сенатор не получил ни одной передачи, был на карантине. Выглядел уже не так уверенно, как во время ареста, зато вспомнил русский язык и первым делом пожаловался на содержание в СИЗО. Видеосъемку заседания вести не разрешили, только аудиозапись. Один пять дней без никаких вниманий, без этого, зная, кто я отказался от их еды, от тюремной. С террористом в камере оказался. Действующий член Совета Федерации, Российская Федерация. Где такое возможно, то вообще происходит. Также сенатор заявил, что не считает себя виновным. Рассказал, что о предстоящем задержании знал еще за три дня. Если бы захотел, мог убежать. Прокурор парировал. Если бы Арашуков действительно знал об аресте, давно бы скрылся. У сенатора есть недвижимость за рубежом. Позже свои жалобы представили и адвокаты. Протокол задержания не составлялся, но мы все видели и помним кадры. В результате различных съемок всех телеканалов, когда он после заседания Совета Федерации в наручниках был доставлен первоначально в Следственный комитет, а в дальнейшем в Басманный суд. Следователь пояснил, что Арашуков обвиняется в двух убийствах, участии в преступном сообществе и давлении на свидетелей. Последнее уже само по себе прямое основание изолировать обвиняемого от общества. А сотрудники ФСБ имеют право применять спецсредства согласно обстановке. Прокурор, в свою очередь, подтвердил законность действий следователя и заявил, что после лишения неприкосновенности Арашуков, цитата, «стал немножко ближе к народу». На суде также стало известно, что установлены еще не все участники преступного сообщества. По поручению председателя Следственного комитета России начата служебная проверка в отношении руководства Следственного управления по Карачаево-Черкесской республике первого заместителя руководителя Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Язаова. Казбек Булатов уже написал рапорт об отставке. Генерал был близко знаком с Арашуковым. Вот они вместе на фотографиях. Еще один знакомый сенатора, полковник МВД Карачаева-Черкесии Тимир Бетуганов. Пока официальных претензий к офицерам нет. Что касается уголовного дела о преступном сообществе и краже газа на 30 миллиардов рублей, то в нем фигурирует еще семь человек, в том числе отец сенатора Рауля Арашуков. Он сейчас в Лефортово. Туда же сегодня вернулся и Арашуков-младший. Продолжение следует...